Хорошо же, да, с тушением? Очень. Да? Очень-очень. К любому врачу здесь всяких проблем. Начиная здесь. Не, ну проблем-то здесь еще хватает. Я это точно знаю. Посмотрите, как сейчас сделали после ремонта. Очень хорошо. Вон, не болейте. Сейчас в обновленной поликлинике идет плановый прием пациентов. Так же, как и продолжается работа в отделениях дневного стационара, специализированной амбулаторной медпомощи и стоматологии на третьем и четвертом этажах. Лечебный комплекс обновился полностью. После ремонта было закуплено 74 единицы медоборудования и новая мебель. С 2019 года наше учреждение находится в активной программе обновления. Мы выполнили ремонты в поликлинике от технического этажа до подвала. Мы проектируем ремонт здания стационара. Это будет капитальный ремонт со всеми современными требованиями. Огромное внимание администрации региона было уделено до оснащения учреждения. Мы получили новое рентгеноборудование. Среди них два компьютерных томографа, магнитно-резонансный томограф. Это рентгеноборудование для центра амбулаторной онкологии. Это реанимационное оборудование. Это оборудование для инфекционного госпиталя. И к 2023 году, в этот год последние будут проведены работы по благоустройству, по строительству вертолетной площадки, мы закончим обновление нашего учреждения. Результат работы нравится и персоналу, и пациентам. На техническом этаже разместились кабинеты для медработников, рентгенархив, каталоги, медицинская документация, комнаты приема и выдачи медицинского белья, складские помещения. Все хранится, все помещения, все аккуратненькие. В приемном отделении больницы, расположенном в основном семиэтажном корпусе, отремонтирован первый этаж. Здесь оборудован специальный двухполосный въезд для двух автомобилей скорой медицинской помощи. До конца этого года мы отпроектируемся. Здесь определились, что на базе 15-й больницы будет построен центр оказания скорой медицинской помощи. Прямо здесь площадку определили, она будет здесь находиться. До конца этого года будет отпроектирование, и мы приступим к работе. То есть мы создадим на территории Красноармейского района такую современную корпус скорой медицинской помощи. Задачи по модернизации решались параллельно с повышенными нагрузками из-за COVID-19. Сегодня здесь идет плановое сокращение инфекционного коечного фонда. Для других пациентов открыто 439 коек круглосуточного стационара. В этом году мы завершим работы по созданию здесь такой современной реанимации. Эти работы будут в этом году завершены. Ну и, конечно, мы в этом году завершим проектирование основного семиэтажного корпуса, чтобы уже потом планово приступить к его полностью работе. Поэтому, ну и окончательный этап, это, конечно, проведение окончательной территории в порядок. Мы с вами здесь, когда начинали эту работу, вы это помните. Вопрос же не только, он самый важный, конечно. Это вопрос создания на территории 15-й больницы современного медицинского комплекса, но и ближайшая территория. Она тоже должна быть приведена в порядок. Поэтому мы продолжаем работы по переводу земель из федерального управления на управление регионом. Мы удовлетворены ходом работы. Напомним, городское учреждение здравоохранения, клиническая больница скорой медицинской помощи номер 15 – один из стратегических базовых объектов здравоохранения, который оказывает необходимую помощь жителям Красноармейского, Кировского и частично Советского районов Волгограда, а также Суровикинского, Калачевского и других, включая Республику Калмыкия. С 2014 года в комплексное обновление лечебного заведения вложено 680 миллионов рублей. Масштабный ремонт медучреждения и дооснащение его по третьему, самому высокому уровню планируется полностью завершить в 2023 году. В ближайшем будущем мы получим практически новое лечебное учреждение, потому что завершены работы по приемному отделению, вы видели прекрасные въездные группы, впереди строительные работы в реанимации, оперблоге. Я начинала работать в этой больнице, и мне особенно приятно видеть, как идет модернизация этого замечательного лечебного учреждения. В Волгоградской области продолжается системное развитие регионального здравоохранения от модернизации первичного звена до строительства медицинских центров федерального уровня. Руководство региона представило президенту Российской Федерации предложение по формированию единой современной пациента ориентированной системы здравоохранения Волгоградской области. Предложение включено в национальный проект здравоохранения. Татьяна Крючкова при поддержке пресс-службы администрации Волгоградской области.